У нас в гараже тепло, печка топится. Здравствуйте, дамы и господа! А мы сегодня забиваем своих последних двух индюков. Покажем вам, сколько вес в 7 месяцев. Расскажем вам, отличается чем-то процесс или нет. Вот. Ну и оставайтесь с нами. В описании я оставлю все ссылки на видео, которые подходят к этой теме, для того, чтобы вы могли посмотреть, как росла эта индейка по истечению времени. У нас есть плейлист, называется он «Ежедневник индюка». Пожалуйста, смотрите. Может быть, что-то из этого будет для вас полезным. Одного индюка ты уже забил? Расскажи. Все по схеме? Я забил уже. Вот новый способ подвески. Подвески для новых способов. Ну, короче, вот так вот. Скажи мне, разница с прошлым вот видео о забое есть какая-то или нет? 7 месяцев. Без разницы? Весе тяжелее. Все-таки есть разница в весе? Ну, я думаю, что она. Ты считаешь? Ну, ладно, об этом мы расскажем позже. Ставь весу, сейчас принесу. Блин, Сашка, держи, что делать. Так, как нам устучили? Еще килограмм? На 10. Поставь 10, будет в граммах прям четко. Если я цену поставлю 10, значит, нижняя шкала будет дублировать верхнюю. Все, отлично. Кладу? Давай. Показала по нулям все, да? По нулям. Башка болтает сладко. 26,940. 27, урно. Да, а мы обещали тушку в 20, да? По-моему. Ну, я думаю, что... Сейчас на второго еще взвесим, может, он поменьше будет и вот проек. А этот нам будет, да? Короче, последние индюки ждал... Этот индюк ждал клиента своего. И, соответственно, наш индюк, которого мы оставляем себе, тоже ждал этого случая, чтобы забиться с ним в одно время. Забиться в одно время, как это звучит. Да, да, да. Давай забьемся сегодня вечерком. В одно время. И вот они забились в одно время. Ладно, все, давай, сейчас я второго... А, нет, я этого ощупаю, второго колбасну, уже будет темно, но мы снимем, наверное, да? Вес, по крайней мере, точно. Все, выключай пока. Так, вот так вот мы подвешиваем индюка в новом навесе, ну, тире бойни. Значит, это цепочка с карабином. За балку я вот зацепляю ее просто. И звенья позволяют мне регулировать высоту установки крючка с веревкой, затянутой на удавку. Ниже показывать не буду. В общем, вот так я в данный момент использую этот навес. То есть индюк очень удобно подвешивается. Улетает во вчера птица белого пера Оставляет три яйца В этих яйцах три птенца И выводит их сестра Птица черного пера Птица белого пера Улетает во вчера Начинается пора Птица черного пера Птица белого 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 пера вот легче 224 570 намного легче что я уж не помню на 4 килограмма да вот видишь как стройняшка но хоть я не обманула покупательницу скажу наверно тушка где-то будет водам 20 но больше 22 нами но все вот этого короче мы я не отправляем до того себя оставляем того это который 20 скокон 27 ладно ты что делаешь на плитке шпарчан на плитке да я ты он отключил температура сразу падает до 66 после первого же до процесса макания короче термолитра китайский под дождем не работает имейте ввиду только русский ваня под дождем работе понятно 58 все ждем короче 10 градусов на огонь и я в жизни не увидеть никогда не увидите ну поверьте короче 58 2 там показывает на ладно я надеюсь я надеюсь что это последний забой в полевых условиях последующий будет все-таки на цивилизованный уже в бойне да ты тоже будешь пера съемку рисовать кого это идея куда да ну ладно позовешь нет потому что не видно будет когда я включаю пера съемку света гаснет вот как сейчас то что мне нужна будешь с фонариком чтобы светить все ну короче она на грани работает да не не останавливалась я уже это щипал просто отчаянные люди но некий да но блин мы не щас щипать вообще никогда и не хочется и выйти пара идет уже минус 1 так что все не поздно в теплице включил елена виктор найди занимайся там делами своими я буду ощипывать и эту я тоже запихнул в пера съемку безусловно мы варвары варвары да и что и вот так вот убиваем эту пера съемку нашего и у того фонаря вообще вообще как там митрополит говорит что жили в россии одни варвары ни хрена подобного до сих пор они живут россия одни варвары но в нашем лице я имею ввиду и выключили свет так что ребята нам походу вручную придется и щипать или конечно закончилась у соседей не фонарик ничего не горит все света нет инкубатор от аккумулятора слава богу работают весы зато светится заметь запищали инкубатор слышишь да так что если не дадут ближайшее время не придется щипать ручками ручками а елена владимировна нас дебилов предупреждала что сегодня отключение вот ну ты знаешь что я не думаю что отключение запланированное в семь вечера возможно что я думаю это какой-то форс-мажор ничего ждем чудо если чудо не произойдет на щипаем руками инкубатор у нас работают брудеры нам не важны там уже взрослые цыплята так что все нормально все зашибись стабильность можно я уже пойду ну чего можно сказать она и общеку ащипала же до марин врача защипаем ты чуть-чуть совсем предыдущий я щипать пытался здесь вот руками порвал кожу немножко ну все вы свободны всего добра уже слушай ужас просто теленок весы по нулям двадцать три килограмма неважно 5 грамм дел 23 килограмма можно считать все ровно нормально знаешь сколько за минусом получилось 3 килограмма 27 она была почти на мода 4 получается ну пера больше голова тяжелее и потроха тоже 4 килограмма вот так вот вот так вот все убираю это наша датушка это наша да поехали вот и песенки конец птица белого эра улетает вакчера начинается пора птицы черного эра и садится среди двора птица белого эра вновь садится среди двора птица белого эра вот и все ну что распотрошим нашу птичку а потрошение дальше вы увидите в нашей ссылке в описании смотрите внизу давайте мой сил нету время сколько пять минут второго вот такие мы забойщики ночные забойщики ой весы не сломать ну чё 21 825 правильно да ну ты он тупок я где я не могу тупок а затем все равно отсвечивает ну короче чем оттормозил с другой стороны можно и с другой до старца зайти вот точно 21 820 ну короче вот 25 вот такая вот индейка давайте в пакет да я буду убирать все потому что хранить в мешок наверно под симби корма вот когда я скажу что хорошо что у нас на улице холодно теперь машина как холодильник 0 градусов итак мы разделываем тушку которая отлежала сутки в холоде на следующий день уже это происходит мы хотим вот что заметить для вас что тушку разделан разделывать сразу после забоя когда она еще теплая или уже остывшую это совершенно два разных мероприятия это гораздо сложнее сделать крепче какие-то суставы более суставные сумки какие-то более скованные короче сложнее ее разделывать уже после того как она остыла поэтому если хотите попросить себе задачу разделывайте индейку сразу ну если такая возможность есть я же почему на следующий день вот мы настояла чтобы сашка и разделал потому что в целом состоянии любая птица хранится лучше чем составные части а нам нужно было ее доставить в другой город и поэтому конкретному конкретному сроку отправки она у нас пролежала сутки и вот в этот день соответственно вечером разделывая на следующий день и на следующий день уже утром ее забирали как бы опережая события скажу что все доехало отлично и хорошо но разделка через сутки после забоя она значительно сложнее с точки зрения даже приложения силы конкретной это тяжелее процесс идет мы об этом кстати не знали все наши до этого индейки разделаны были сразу же ну и большое спасибо нашей зрительнице которая очень нам помогла своим комментариям вы вообще молодцы вы подсказываете иногда такие вещи в разных вопросах до которых вроде как было даже и стыда не догадаться но мы не догадались действительно разделывать вот эти вот суставы верхние не топором а вот так вот разворачивая индейку гораздо легче аккуратнее и еще раз спасибо что вы делитесь с нами полезной информацией все оговорюсь я буду делать еще ногу индейки сыровяленую будем делать такой так сказать хамончик небольшой вот такая у меня нога и вот так я ее буду делать поэтому оставайтесь с нами с нами будет интересно всего доброго и ждем от вас снова же умнейших обалденных комментариев